МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бриллиант медицины. Именно так охарактеризовал якутский кардиососудистый центр министра здравоохранения России Михаил Мурашко. Центр работает уже больше месяца и успешно принимает пациентов. На этой неделе там ввели в работу отделение скорой неотложной помощи. Также продолжает свою деятельность телемедицина. Теперь жители отдаленных населенных пунктов нашей республики могут получать высококвалифицированную кардиологическую помощь. Подробности в материале нашего корреспондента. Открывшееся отделение неотложной кардиологической помощи только в первые сутки приняло 8 человек. Из них двоих привезли на скорой помощи с острым коронарным синдромом. Уже была проведена операция рентгеноперационная, коронарография и стентирование. Эти пациенты сейчас находятся в отделении кардиореанимации в связи с тяжестью состояния. Один после клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и один тоже с тяжелой формой инфаркта миокарда. Находится также отделение кардиореанимации. Более стабильные пациенты находятся в наших палатах, в палатах интенсивной терапии на нашем этаже. Отделение неотложной кардиологии рассчитано на 20 коек, в том числе это койки реанимации интенсивной терапии. Здесь совместно работают врачи-кардиологи и часть врачей-реаниматологов из отделения кардиореанимации. Мы оказываем высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом, с подъемом СТ и без подъема СТ, и также со стенокардии высокого функционального класса. Пациенты к нам поступают как по скорой помощи, также по консультации поликлиники кардиодиспансера и после проведенных телемедицинских консультаций с первичными сосудистыми отделениями по Республике Саха-Якутия. С открытием кардиоцентра у врачей и пациентов появилось множество перспектив и возможностей, в том числе диагностических и лечебных. Одним из основных разделов работы является телемедицинская консультация. Благодаря ей районы и больницы из отдаленных уголков нашей республики могут получить профессиональную консультацию. Также данная практика осуществляется и на федеральном уровне, где уже наши врачи получают консультацию специалистов ведущих медицинских центров страны. Прежде всего это Чазовский центр, центр Шумакова, центр Мишалкина с Хабаровском и с центром Алмазова в Санкт-Петербурге. И они тоже наших пациентов переводят, лечат, консультируют, помогают. Более 12 консультаций в день мы осуществляем с районами республики. Стараемся, насколько возможно, по показаниям наиболее тяжелых пациентов переводить по санавиации в кардиососудистый центр, в наше отделение, в другие отделения и оказать помощь. Прежде всего высокотехнологичной медицинской помощи. Со дня открытия в кардиососудистый центр поступило 170 пациентов. Выписали 128. Каждый день проводятся высокотехнологичные мини-инвазивные операции на сосудах сердца, высокоэффективность которой достигается благодаря оснащению ангиографической системы Philips Azurion. Технологии помогают повысить скорость решения диагностических задач и способствуют оптимизации работы хирургов. Основной задачей является именно предупреждение таких сосудистых катастроф. И в целях этого у нас заработала после пандемии наша поликлиника кардиососудистого центра. И дистанционный консультативный центр будет заниматься именно этой задачей. И каждый пациент высокого риска должен быть охвачен тем высококвалифицированной медицинской помощью, которая в последующем даст снижение смертности от болезни системы кровообращения. Стоит отметить, что из центра выписывают запасом первоочередных лекарственных препаратов. Также пациент входит в регистр, где прослеживается его движение со дня выписки. Кардиососудистый центр – это один из самых современных кардиоцентров не только на Дальнем Востоке, но и в России. Он охватывает всю нашу республику и соседние регионы, такие как Магаданская область и Чукотка. Поистине бриллиант медицины. Валерия Наумова, Григорий Николаев, Артем Алексеев, Якутск. Национальный метеорологический центр сообщает, что урожай пшеницы в Китае этим летом будет хороший, несмотря на опасения в момент посева. В прошлом году из-за осенних наводнений в нескольких крупных районах выращивания зимой пшеницы посев был позже обычного. Это вызвало беспокойство. Однако меры по преодолению последствий оказались эффективными, в том числе и увеличение нормы посева. Более того, при благоприятных погодных условиях зимую пшеницу ожидает небывалый урожай. Аграрии также прогнозируют высокий урожай рапса благодаря хорошей погоде во второй половине года. Но июньская жара может создать проблемы для летнего сева. Более высокие температуры могут привести к быстрой потере влажности почвы и, следовательно, вызвать проблемы при летнем посеве. Мы предлагаем этим районам заняться орошением сразу после того, как они закончат сбор урожая или посеять после выпадения осадков. Сельскохозяйственные прогнозы строятся на основе сложной системы мониторинга, построения моделей и расчетов. В этом году Китай впервые использует свою технологию спутникового дистанционного зондирования Гаофэн с высоким разрешением для мониторинга и составления карт яровых культур. Еще два новых метеорологических спутника также начали пробную эксплуатацию в конце мая. В Лануде объекты культурного наследия благоустраивают по проекту «Старый город». Команда безвозмездно ремонтирует фасад зданий, красит и придает свежий вид историческим местам столицы Бурятии. Подробности в нашем следующем материале. Проект «Старый город» стартовал еще в 2019 году. С тех пор в Бурятии реставрировали 18 объектов культурного наследия в Ланде и Кяхте. В работах приняло участие более 500 волонтеров. Безумно интересно, вы участвуете буквально в реставрации истории нашего города. Получается, думаю, не каждому, во-первых, это дано, но даже когда вы приезжаете, например, туристы, мы вот, например, с района, я считаю, что это очень интересно и красиво пройтись по городу, не только по улицам основным, но вот и по таким зданиям, которые составляют основную базу, базис нашего города. В команде проекта – профессиональные архитекторы, реставраторы, администрация города, Комитеты по охране культурного наследия. Все они помогают собственникам сохранить уникальные дома на безвозмездной основе. Цель нашего проекта – привести в соответствие историческое наследие центра города. То есть мы смотрим, что много деревянных зданий, но и они требуются конкретного вмешательства. В данном здании мы сейчас выполняем расчистку стен от самого грязи, на белое, которое отваливается. Красим его масляной краской. Участие в проекте «Старый город» принял и мэр Оан Уде. Игорь Шутенков помог в покраске объекта культурного наследия по улице Бонзарова. А в самом центре порядка сотни домов, которые находятся под охраной, как памятники культурного наследия. Так вот, наши неравнодушные граждане, волонтеры, люди, у которых горит сердце, именно за нашу красоту, за наше историческое наследие, создали и внедрили довольно-таки интересный проект. Уникальнейший проект – это «Старый город». Этот проект уникальный не только для нас, это уникальный для всей России. Ребята на протяжении уже двух лет подряд по этому проекту получают гранты президента Российской Федерации. И вот сегодня практически на эти гранты закуплены краски, материалы, кисти. В этом году «Старый город» во второй раз стал победителем фонда президентских грантов на покраску очередной серии домов, реставрацию здания по улице Свердлова-10 и проведению межрегиональной конференции «Социокультурные инициативы в сохранении культурного наследия». Андрей Слепнев, Восточный альянс, Бурятия. В рамках президентского проекта в 2022 году в 17 школах республики проведут капремонт и будут заведены 4 пристроя. В программу, рассчитанную на 5 лет, вошли образовательные учреждения столицы, а также сельские школы. Получить поддержку федерального министерства удалось благодаря участию главы республики Бату Хасихова. Примечательно, что при реконструкции учитывают пожелания родителей и самих учащихся. Продолжит Светлана Аджиева. Ученики Городовиковской гимназии имени Городовикова сами смогли поучаствовать в дизайне учебных классов и других помещений. Интерьеры будут выполнены с учетом всех пожеланий, ведь окружающее пространство играет важную роль, помогает настраиваться и концентрироваться на получении знаний. В учреждении была создана инициативная группа по контролю за проведением ремонта, в которую вошли педагоги, представители родительской общественности и обучающиеся. В 2023 году наша гимназия будет праздновать свой полувековой юбилей. Наши родители, обучающиеся и, конечно же, педагоги рады, что именно этот юбилей пройдет уже в обновленном здании. Именно о Гордовиковской гимназии говорил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с премьером Михаилом Мишустином. Также он отметил, что каждое образовательное учреждение будет оснащено новым оборудованием, в том числе партами, досками и тем, что выберут сами школьники и их родители. В каждом регионе здесь представлены Мариэл, Калмыкия, Ростовская область. В Ростовской области ребята тоже, как Михаил, участвовали в проектировании спортивного зала. Также в Оренбургской области, в Калмыкии ребята говорили, какое должно быть, может быть, школьное пространство, кабинеты. И все эти мнения обязательно учитываются и проектировщиками, и строителями. Мы контролируем, Михаил Владимирович, ход реализации программы и уверены, что все будет сделано в срок. С каждым годом число школьников только возрастает, говорит директор Лестинской школы номер 18 Нямин Цибекова. В этом году, помимо капитального ремонта основного здания, началось и возведение пристроя для 300 учащихся. Количество детей на сегодняшний день у нас увеличилось. У нас уже более тысячи обучающихся в школе. Поэтому нам уже требовалось это здание для начальной школы. Это там 9 кабинетов будет. Вся учебная мебель будет новая. И технические параметры тоже там предусмотрены. К 1 сентября, я думаю, что наши ученики переступят порог уже обновленной, новой школы. К чему, конечно, мы очень и очень рады. Дочка очень хорошо учится, заканчивает. И, надеюсь, будущее поколение тоже закончит хорошо в этой школе. Мы очень рады, что обустроится. Красивое будет здание, новое все. Напомним, дополнительные учебные помещения в наиболее перегруженных школах столицы возведут по нас проекту образования. Кроме того, 35 учреждений отрасли в Элисте и районах участвуют в программе капремонта на 2022-2023 годы, заявили в профильном министерстве. Всего на эти цели выделено порядка 3 миллиардов рублей. В 2022 году в капитальном ремонте будут принимать участие 17 школ республики. Из них 7 школ города Элистай и капитальный ремонт будет проводиться в 10 школах республики. Дополнительно в 2023 году капитальный ремонт будет проведен в 18 школах республики. Важно отметить, что это не только капитальный ремонт, но и обновление школьной инфраструктуры. Ее итогом станет создание комфортной, безопасной, современной образовательной среды. На сегодня все работы идут согласно предоставленному графику. С каждым объектом работают отдельно. Это зависит от степени аварийности. Так, где-то достаточно привести в порядок фасады и покрасить стены. А вот некоторые школы требуют полноценной реконструкции. Вплоть до обновления коммуникаций. В ходе капитального ремонта предусмотрена замена кровли, полная замена системы отопления, электроосвещения, система холодного водоснабжения, канализации. То есть огромный большой объем работ. В данный момент мы пробурили более, по-моему, 600 скважин для укрепления фундамента школы. Потому что школа старенькая у нас, а ей дают просадку большую. Ведется на 12 школе работа по установке направляющих по фасаду. Фасад будет у нас вентилируемый, цветной. И будет все красиво у нас. Полная замена будет у нас производиться по инженерным сетям. Школьная архитектура способна изменить типовые представления об образовании, сформировать обстановку, которая будет направлена на развитие индивидуальности ребенка. В такой обстановке даже стены помогают, говорят учителя. У нашей школы уже более 50 лет. Конечно, она нуждалась в капитальном ремонте уже. Но очень приятно, что наша школа попала в федеральный проект капитальный ремонт школ. И наши будущие первоклассники войдут в новую современную школу. Рад, что в нашей школе станет более уютно и просторно. На ремонт школ ежегодно будут выделять порядка 70 миллиардов рублей. Средства пойдут не только на капитальный ремонт, но и на оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. Благодаря этому в регионах появятся новые технологичные школы. Светлана Аджиева, Восточный Альянс, Калмыкия. Постоять на руках, постучать в барабаны и просто потанцевать – все это бразильская капуэра. Только для этого не нужно никуда ехать. В день рождения Иркутска Бразилия сама приехала на остров юность. Здесь с 12 до 19 часов идет фестиваль паркура и капуэра. На концертной площадке, то, что называют «ракушка», проходят мастер-классы по стойке на руках, уроки игры на барабанах и прочее. Причем это не только демонстрация умений учеников, но каждый желающий может лично принять участие. Площадка есть на любой вкус. Здесь на юности, на амфитеатре, администрации, министерстве спорта мы посовещались и решили День города немножко разнообразить и показать наш спорт, продемонстрировать. А самое главное, каждый Иркутяй может попробовать поучаствовать в мастер-классах и попробовать капуэра, музыкальные инструменты, барабаны. Наш тренер взрослый, кстати, вот он, ведет мастер-классы по стойке на руках. В общем, у нас очень разнообразная, интересная площадка. Капуэра – это национальное боевое искусство Бразилии. Оно совмещает в себе акробатику, удары, элементы танца и игру на музыкальных инструментах. Капуэра – это бразильское боевое искусство. То есть оно бесконтактное, оно не направлено на насилие. Мы очень дружелюбные, очень позитивные. Все вот так у нас заходит под музыку, с ритмом. Людей очень много, не только на набережной, но и на других площадках. Они действуют в каждом районе города. Основные – это площадь Графа Спиранского, бульвар Гагарина, возле памятника Александру Третьему, острова Конный и Юность, а также улица Урискова. Кто-то предпочитает отмечать День города прогулкой по родным улицам, паркам и скверам. И погода под стать празднику. Температура воздуха в Иркутске прогрелась до 22 градусов тепла. Прогуляться вышел и глава города. Когда он посетил острова Юность Конный. Самое главное богатство Иркутска, наверное, не наши замечательные набережные, не наша замечательная река Ангара, не наши замечательные объекты культуры, а вы, те, кто здесь сейчас находится. Именно вашими руками Иркутск каждый день становится лучше и краше. Именно ваша настойчивость, ваше неравнодушие делает наш город таким, каким мы его любим. Всех с праздником, всем счастья, всем здоровья, любви и удачи. С праздником, любимый город. Тем, кто передвигается по городу на собственное авто, в День города повезло меньше, чем тем, кто решил двигаться по Иркутску пешком или на общественном транспорте. Благо, его работу в этот день увеличили до полуночи и вели дополнительные маршруты. Тем, кто был на машине, пришлось тратить время не только на пробки, но и на поиски парковочного места. Машин в городе очень много. Пришлось парковаться, и на это потратило больше 30 минут, потому что не было свободных мест. Мы ждали, когда кто-нибудь будет выезжать, и только после этого смогли заехать на парковочное свободное место. А много людей не только днем, но и вечером. Главная сцена традиционно находится на площади графа Спиранского. Праздничный концерт с днем рождения Иркутск начинается с 19 часов. А в 22.30 праздничная программа Дня города завершается фейверком с музыкальным сопровождением на Нижней набережной. На зрелище собрались посмотреть все иркутяне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok